Всем привет! Мы едем на Хэллоуин. Вон висит Алисин хэллоуинский костюм. Заплетемся уже там, когда туда доедем. Я нашла у себя кофту, которую мне когда-то Настя посоветовала купить, но мне просто висела в шкафу. Причем в шкафу с верхней одеждой. Ну, там, где куртки висят. Вообще подумать не могла, что она там есть. Но я решила сегодня ее надеть. Мне она нравится. Так, мы на месте. Сейчас будем переодеваться. Думаете, я заплетаю? Ага, конечно. Настю встретились с ее подружками. Вернее, они были как раз в центре. И она подъехала помочь. И Карпат, иначе ты что дышишь, знаешь? Ну да. Так все право, так и мая будет. Реально. Засоложивайтесь мне дольше. Так, и шапочка. Чуть непомощно слезать начала с этого обруча. Так, ну что, мы готовы. Среди всех в черном, Алиса, наверное, одно в белом. Вот и вывод Хэлорина. Вот фото-зона. Вставай, страшно. Я наступник. И робим одне великое, одне великое коло. Все, 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 все разом. Я буду ждать, мене звати Венстей. А вас как? Я звати Венстей. Мне здається Венстей не ти. Ну добре, я тоді людина-пав... Ну, не знаю, кто тоді. Одноголосно кожному викрикнути своє имя. Зрозумели? Да. Тоді. Один. Два. Три. Я почув когось тут дійсно звати Піражок. Три. Так, ого, приятно, что я пью за нас. А теперь я почув, что когось звати Донер. А я сосиска, дружу. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Мы поехали! Боретеся за 30 секунд! Ну что, дайте попробовать! Один... Два... Три! Бои! Идали! Удали! Иди, Гази! Еще кое мы presentation! Один... Два! Три! Что ты! Кула, один, два, три. Ваше завдание с выставленными руками, вот так, промахнуть эту платформу. Ну что, вы готовы? Я не чую, вы готовы. Один, два, три. Справжні маги не бешкетують, не бешкетують. Я не бешкетую. Я не бешкетую. Я не бешкетую. Я не бешкетую. Але ж ми не придумали назву нашій команді. А що, треба назву придумати? Я думала порядково, давайте придумали. Ну давай, ну так. Можна якось симотична, монстрима. Все, ви готові, ви перші. Ну добре, так, приготувались. Один, два, три. Локці Дементери! Локці Дементери! Ого, це серйозно. А ми як локці Дементери. Ну добре. Що, будем ловити монстрі? Всяли в руки куби два. І поїхали три. І поїхали. В общем, зря Алиса перешла на центр, потому что там больше всего прилетало кубиков, и ей попало прямо в лицо, и больно попало. Стоит, и дальше в нее летят и летят. Я ее оттащила, в общем, в итоге у нее сильная царапина на носу, и он болел очень. Да, можно займать. Звичайно, чтобы можно было хоть потребоваться. А ну, закрываем, улочи. Перехуем до пяти. Газ тут есть очень-очень. Мягкий. Да, это не мягкий, это фаерболи. Просто они сделаны так, чтобы все дети смогли их брать в руки. Ты понимаешь? Да. Отже, зараз десь тут появится тот, кого не можно назвать, и будет пытаться зіпсовать нам свято. Ваше завдание – взять эти фаерболи и очень хорошо потрапить ее прямо в ближайшее время, потому что он не подходит. Правильно? Готовы? Да. Давайте берем фаерболи и давайте ее высыпем. Так будет швидше. Так, приготовились. Поехали! Поехали, поехали! И заградываем, он! Поднимай! Вот так вот так. Третий проводик. Иди сюда. На сюда. Потому что скоро уже игра в твитике, а у нас даже там нет команды. Довите, мы берем имел. И расстрелили. И затем... Ой! Ой! Два... Три двориковые! Ой, не сладко! Ой, не сладко! Другая женщина очень молодая! Да! Али! И стоп! И стоп! Ну и что? Начались точно ли да! Вот так, да! Возьми, что ты так делаешь Сделай сюда И нож туда А ну О, боже! Я с ней распрыгнула А нам можно туда проходить? Куда? Дал? А, сюда можно, да! Возьми какой-то гарбузик Можешь разрисовать Маленький можешь взять Гарбузик По-украински дается Гарбуз О! Вот тут и сиди! Держи вот так! Взгляд фотографа Да-да! Держи вот так! Вау! Так! Вот даже сейчас смотри! Будешь королева тыть! Красно! А чуть ниже головку опусти чуть-чуть Не-не, сиди ровненько, а головку чуть ниже Да Это наш тренер Вона тільки любить всі цьомати, хочете с ней познайомати? Ага, так і закриваємо очі Її звати Екскляна Ну взагалі то це пламінавий, але ми її назвали Екскляна А знаєте що їй не подобається? Коли пропадає музика І вона хоче всім підняти настрій і починає всіх отак цьомати Отак цьомати Музика Слухаємо вазно Точно Щоб всі закрили свої пузико Той батьям Музика Дillah Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 и пусть танцует, раз любит. Так что в целом вокал, танцы и время от времени посещать бассейн. В бассейн не ходим из-за её носа. Я никак не дождусь, когда это уже всё закончится, когда она нормально им станет дышать. Ну, если дело в аденоидах, то, конечно, этого можно долго ждать. Но всё же я надеюсь, что полегчает. И мы поедем в бассейн. Я боюсь спровоцировать опять гейморрит. Я поэтому жду. Мы ещё не активировали свои карточки, которые мне Костя на день рождения подарил. Не мою, не Алисе. То есть они там в течение какие-то, по-моему, полтора месяца или двух месяцев надо активировать. Мы ещё их не активировали даже. И поэтому пока что мы ничего не пропускали. Скажем так, у нас есть год. Год, который можно теперь не оплачивая ходить в бассейн. Но мы ещё и не начинали, потому что Алиса несколько раз подряд болеет. Если можно будет сегодня снимать, там, где Алиса будет учиться вокалу, я, конечно, засниму. Или, возможно, её заберут, а я буду ждать за дверями. Я не знаю, как что будет. Я знаю, что это индивидуальное занятие. То есть мы едем к её тренеру, тренеру-учителю по вокалу. И едем впервые. Учитель у неё будет мужчина. Ну, в общем, я немного волнуюсь, как всё пройдёт. Я очень хочу, чтобы ей понравилось. Очень хочу, чтобы у неё всё получилось, потому что поёт она неплохо. И я думаю, он сегодня это сразу заметит, что у неё есть вокальные данные. Ну что, будем выдвигаться потихонечку. А, хотела вам ещё раз сказать, что я вчера, похоже, опять попала на Мошенникова, опять поверила. Я вчера перевела одной женщине деньги. Она написала в группе, группа там называется Любовь и Благодать. Ну, такая какая-то группа. Я даже не знаю, как я в неё попала, кто-то пригласил или что. Потому что я, в принципе, её не читаю и не смотрю. И там всякое про Божье слово. И тут ночью такой крик о помощи, знаете, появляется. Пишет женщина, что она... Год назад у неё умер муж, у неё двое детей. Она никогда не думала, что окажется в такой ситуации. Она оказалась в больнице с ними. И ей прямо сейчас нужен пульмикорд, и нужен антибиотик ребёнку. И там такая-то сумма написанная, которая на это нужна. И, мол, помогите. Ну, почему я поверила? Почему я не подумала, что это может быть мошенник? Потому что, во-первых, в объявлении этом... Ну, то есть в этом тексте её не было номера карточки. А мошенники обычно первым делом, что делают, это пишут номер карточки. У неё нет. Во-вторых, она там написала, что можете просто привезти эти лекарства к больнице. Ну, если кто-то захочет помочь, можете даже не деньги переводить, а просто купить эти лекарства привезти. Этим оно меня и зацепило, как бы поэтому я поверила, что эта женщина реально, реально у неё дети лежат в больнице. Я ей написала с вопросом, что случилось с детьми. Ну, она написала, что старший мальчик в хирургии, что-то там с пяткой, а младший с бронхитом. Прислала мне фотографии, вроде как себя, и мальчика, который дышит ингалятором. Вот это пишет мой младший сын. Потом она прислала мне голосовые сообщения, в которых говорила тихо, и писала, что говорит тихо, потому что в палате все уже спят. Вот, это уже была ночь. Ну, дескать, она начала ему давать антибиотик, но он закончился, а денег у неё совершенно нет, и все знакомые и родственники, никто не помогает. А изначально помог волонтёр, то есть антибиотиком был, теперь он закончился, и в общем надо срочно, 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 прямо сейчас докупить. Ну, такая ситуация реально могла случиться у человека. Ну, почему нет? Я подумала, что я лучше кину ей эту денежку, чем пройду мимо, крика о помощи, знаете. Ну, вот почему-то же я этой ночью попала именно на этот её текст, и как она написала, кроме меня никто не откликнулся. То есть у меня ещё было ощущение, что я её единственная надежда. Ну, если это мошенница, то она понимает, как людей вывести на сочувствие. Конечно же, надо писать, что единственная надежда – это человек. Сегодня уже склоняюсь к тому, что это всё-таки была обманщица, потому что она написала фиксированную сумму, ну, вот сколько ей нужно на лекарство. А потом она мне написала, что она сбегала в аптеку, и что ей тех денег, что я перевела, не хватило, потому что она не знала, сколько оно на самом деле стоит. То есть до этого ей вроде бы как какой-то волонтёр помог, но сказал, что он может помочь только один раз, а потом ей надо будет докупать, и что она не знала, сколько оно стоит. А вот посмотрела, оно в аптеке столько, что, ну, можете докинуть ещё. Вот. Поэтому, ну, мол, не хватает на лекарство. Вот. Поэтому я думаю, что всё-таки она обманывает, потому что сначала написала одну сумму какую-то фиксированную, а потом написала, что вообще не знает, сколько стоит лекарство. Это я так уже позже, знаете, начала себе думать. Плюс я ей сказала, что давайте вот я вам сегодня скину на лекарство, а потом мы с вами лично познакомимся, и я смогу помогать вам ещё. Ну, если женщина в сложной ситуации, одна с двумя детьми, и муж у неё умер год назад, то почему бы им не помогать, если это реальная ситуация, да? Я подумала, что я не так много потеряю, даже если это мошенники, чем, ну, пройду мимо, не помогу ребёнку больному в больнице, ну, как, понимаете, я решила, что я всё-таки ей переведу денюжку, а на следующий день попросила даже Катю, говорю, Катя, вот она мне сказала фамилию, своё имя, сказала, в какой больнице они лежат, как мальчиков зовут, может, говорю, ты можешь проверить эту информацию, потому что это в Киеве находится больница. Катя сказала, что сегодня попробует узнать. Но судя по тому, что она мне, как она писала, пришлёт там чейки, что она купила в аптеке, ничего не прислала, ничего сегодня не пишет, мои сообщения не читает, как дети, я спросила, и не выходит на связь, то, скорее всего, это, конечно, был обман. Дай Бог, чтобы это было... Были нужны деньги, и не человеку, не на бутылку. Вот. Ну, как-то так. Короче говоря, я думаю, что очередной раз я попала на мошенника, хотела помочь детям, а в итоге неизвестно, кому перевела деньги. Даже не рассказывала об этом дома, потому что Костя и моя мама начнут говорить, что я лохушка. Вот, но... Я вам говорю вот мои мысли, в тот момент я думала о том, что лучше я потеряю, чем вдруг действительно детям нужна помощь. Она ещё так написала, знаете, вот только что был прилёт шахеда, такие громкие звуки, конечно, всем не до нас, но, мол, кто будет там сейчас помогать, идёт война в стране. И был действительно такой очень сильный прилёт шахеда в Киеве, что там погибла девочка, 15-летняя девочка. Я вообще в шоке с этого всего. Шахед попал в многоэтажный дом. Катя сидела в коридоре, у неё тоже взрывы были постоянные за окном. И, ну, это трэш. Честно, в Киеве начал твориться трэш последние дни. Очень низко летают эти шахеды, они какие-то новые манёвры делают, опускаются ниже домов, пропадают с этих радиолокаций. Ну, так пишут. Я читала, что пишут, что они так делают. Выныривают в других районах. И вот так вот врезался шахед в дом. То есть это было прямое попадание шахеда, не сбитые обломки. И погибла девочка 15 лет. Вы представляете? Это ужас. Это просто ужас. Вот когда твой ребёнок сидит там в Киеве и точно в такой же опасности, то есть оно в любой дом может влететь, понимаете, то мне здесь совсем не спится. Может, я поэтому ещё не высыпаюсь, потому что я до трёх ночи, до полчетвёртого мониторю эту ситуацию, пишу Кате, как у тебя там, слышишь ли ты взрывы. Потому что каждую ночь сейчас такое. На каждую ночь ночует в коридоре на раскладушке.